Всем добрый вечер. Как картинка, как звук? Слышно, видно меня? Если со звуком картинка и все в порядке, плюсоните. Отлично. Еще раз добрый вечер. Меня зовут Алексей. Я работаю в отделе контекстной рекламы. И сегодняшний вебинар касательно таргетированной и контекстной рекламы будем смотреть с вами вместе. По ходу вебинара ожидают у вас много-много интересных вопросов, чтобы мы по максимуму успели сегодня за немного отведенные нам полтора часа закрыть по максимуму возможные вопросы. Итого. Тогда приступаем. Первое, о чем необходимо поговорить, собственно, что такое и есть контекстная реклама. Есть ли тут в чате кто сам лично запускал контекстную рекламу? Или все через агентство ведут? Кто-то запускал, кто-то нет. Хорошо. Итого. В общих сведениях, что это, собственно, есть такое контекстная реклама. По сути, это реклама, которая показывается в зависимости от интересов, предпочтений и поведения пользователя в интернете. Основные, грубо говоря, подразделы, которые можно выделить, это поисковая реклама, реклама на тематических площадках, ремаркетинг, ретаргетинг, очень интересные инструменты, и видеореклама. Более детально мы с вами познакомимся с примерами данного инструментария чуть дальше в нашей презентации. Плюс расскажу парочку интересных кейсов по применению и что с чем кушаем. Далее, что стоит отметить из плюсов по контекстной рекламе? Это быстрый эффект, потому что, вы сами, думаю, понимаете, это работа с теплой аудиторией, если мы непосредственно говорим про поисковую рекламу. Если пользователь выявляет какую-то потребность, он идет в поиск и ищет все, что он хочет или купить, или проверить какую-либо информацию и тому подобное. Минимальные бюджеты. Один момент, читаю вопрос. По поводу презентации, материалов и записей на данный момент, к сожалению, вас не смогу сориентировать. Но на последующих вебинарах или чуть-чуть попозже, скорее всего, этот вопрос будет закрыт. Вот. Движемся дальше. Минимальные бюджеты. Чтобы запустить, в принципе, какой-либо инструмент контекстной рекламы, немного забегая вперед, и таргетированная реклама в социальных сетях, огромные бюджеты, как таковые, не нужны. Пробовать можно начинать с небольших компаний, грубо обзовем их тест-драйвы. О них я тоже чуть-чуть попозже вам расскажу. Далее, очень большой и богатый выбор возможностей по настройкам. Часть настроек, часть таргетингов, какие там, в принципе, есть в каждой системе, мы тоже с вами сегодня посмотрим. Также это полное отслеживание результатов. Подскажите, те, кто запускал, в принципе, рекламу или знаком с функционалом, как можно отслеживать эффективность любой маркетинговой деятельности в интернете? Какие возможные инструменты можно использовать? Метрика? Отлично. Еще какой-нибудь один хотя бы. Думаю, кто-то начинает писать с аналитика. Все, точно угадал. Google Аналитика. Все верно. Статистика в рекламных кабинетах. Тоже отлично. Вопрос на засыпку. Мы знаем счетчики, то есть инструменты для веб-аналитики. Это Google Аналитикс и Яндекс.Метрика. Так вот, вопрос в чем состоит? Как вы думаете, стоит использовать одновременно два этих счетчика или можно обойтись каким-то одним? Или метрика два? Все верно. Почему два? Просто потому, что эти отчеты дополняют друг дружку. В ряде отчетов, к примеру, в метрике есть визар, карты, скроллинга, аналитики, форумы и тому подобное. В аналитике их нет, поэтому, грубо говоря, эти два сервиса будут дополнять друг дружку. Плюс эти два сервиса, как вы понимаете, от разных систем, и они считают различные показатели по-разному. О показателях мы тоже немножко попозже с вами поговорим. Это что касается полного отслеживания. Используя, собственно, эти самые инструменты веб-аналитики, счетчики, можно иметь представление обо всех рекламных кампаниях, ключах, таргетингах, как что работает и как какой инструмент приносит, какой вам результат. Об этом тоже чуть позже поподробнее. Дальше. Это возможность работы с неоптимизированными сайтами. Как я думаю, вы тоже знаете, что на данный момент в Беларуси около даже больше половины трафика на сайт – это мобильный трафик. Исходя из этого, строго стоит необходимость непосредственно иметь адаптированный сайт под мобильные устройства. Так как если пользователь с мобильного устройства заходит к вам на сайт, и более трех секунд сайт не прогружается, скорее всего, он выйдет и не будет дожидаться, когда, в принципе, загрузится ваш сайт. И даже если на данный момент у вас сайт не совсем адаптирован под мобильное устройство, я вам расскажу тоже интересные штуки, как можно немножко обойти эту систему и все-таки запускать эффективную рекламную кампанию. Но стоит отметить и минусы. Что стоит отметить? Это большая конкуренция. Есть четко выраженные, в принципе, тематики, где конкуренция очень перегрета, и стоимость перехода может достигать порядка 10 бинов. Это очень запросто. Это а-ля какие-то окна, двери, натяжные потолки, кредиты и прочее, прочее, прочее. И так же самое, думаю, кто-то может со мной согласиться, точнее, с тем, что здесь написано, что часть пользователей, скорее всего, не очень доверяет вот этим самим рекламным блокам, которые находятся под, точнее, над и под органической выдачей. Кто согласен с этим выражением, что люди не доверяют рекламным, грубо говоря, объявлениям в поисковой выдаче? Или согласен? Конечно. Почему такое? Человек, скорее всего, думает, что эта реклама значит продуешь что-то дешевое, некачественное. Ну, я обычно сталкивался с такими объяснениями. Но скажу вам так, что в большинстве направлений бизнеса контекстная реклама как раз-таки может приносить основные заявки, основные продажи по аналогии с тем же самым SEO. Дорого думают. Вот. Я вам тоже покажу, как сделать, грубо говоря, из дорогого направления или как зайти в направление бизнеса, которое перегрета на аукционах в том или ином инструменте. Об этом тоже чуть-чуть позже. Это, собственно, по основным понятиям. Что такое контекстная реклама? Один момент, читай комментарий. Да, на самом деле многие могут и не знать, что такое контекстная реклама. Сейчас, если среди нас с вами есть такие люди, я думаю, немножко уберем эту завесу тайны, что же это именно и есть контекстная реклама, чтобы не смотреть текст на слайдах, а именно на живых примерах. Далее повышаем немножко вовлеченность в наш материал и поговорим немножко об основных, на мой взгляд, понятиях, терминах, которые в моей работе очень часто появляются и которыми часто пользуемся. CPC, по сути, что это такое? Это модель оплаты за клик. То есть, когда пользователь кликает на рекламное объявление, происходит оплата. Собственно, это и есть модель оплаты за клик. CPM. Тут немножко другая история. Это тоже самая модель оплаты, только за тысячу показов. То есть, если вы запускаете рекламу по модели оплаты CPM, то есть за тысячу показов, неважно, сколько пользователей кликают на ваше объявление, вы все равно будете платить только тогда, когда, грубо говоря, совершится тысяча показов. Если совершилось там 300 показов, 250 показов, такое, то будет сниматься часть от той ставки, которую вы выставили. Далее еще интересная модель оплаты CPA, то есть за целевое действие. В ряде рекламных инструментов в различных системах можно выставлять в настройках модель оплаты не просто по клику, когда пользователь кликает, или не просто за тысячу показов, а именно за целевое действие, то есть за конверсией. Примеры данных инструментов я вам тоже сегодня расскажу. RCI KMS. Собственно, это рекламная сеть Яндекса или контекстно-медийная сеть. Простыми словами, это сайты-партнеры этих поисковых систем, которые разрешили на своих сайтах, к примеру, Онлайнер, Тутбай, Хартия 98 и тому подобное, различные сайты, где могут показываться рекламные объявления этих систем. Далее, таргетинг. По сути, это механизм настройки рекламных кампаний на определенную аудиторию. Продолжаем немножко посложнее по понятиям. Релевантность. Это, по сути, степень соответствия предложения результату. Это больше выявленный параметр непосредственно в самих рекламных кампаниях, когда эта самая релевантность очень сильно влияет на стоимость перехода. Какая может быть, собственно, релевантность, чтобы вы понимали, что это такое? Это, по сути, ключевое слово, которое есть у вас в рекламной кампании, по которому вы запускаете рекламную кампанию, и поисковой запрос, который вводит пользователь. Так вот, чем ближе по смыслу, в принципе, эти два значения, ключевое слово равно поисковому запросу, тем выше будет релевантность, то есть точность или удовлетворенность запроса пользователя. И также можно привести пример релевантности. Это поисковой запрос, к примеру, если пользователь переходит к вам на сайт, и посадочная страница. Если пользователь после клика объявления или посева переходит на страницу, которая сразу же удовлетворяет его запрос, спрос, можно считать, что это релевантная страница. Так вот, от этих всех закономерностей, релевантности, удобности зависит напрямую стоимость перехода. Чем больше релевантность в ваших рекламных кампаниях, грубо говоря, тем меньше будет стоимость перехода. Далее, ремаркетинг и ретаргетинг. По сути, это инструмент, который позволяет показывать рекламу тем пользователям, которые уже с вами знакомы. Самый простой пример – это показывать рекламу тем пользователям, которые были у вас на сайте. Или, например, положили товар в корзину, но не дозаказали. Или, к примеру, уже что-то купили, но можно им же показывать рекламу, чтобы они купили какой-то сопутствующий товар. К примеру, они купили клавиатуру, почему бы не предложить им купить мышку? Логично, в принципе. А кто знает, в чем разница между ремаркетингом и ретаргетингом? Есть какие-то предположения? Нет. На самом деле разницы нету. Просто ретаргетинг – он в Яндекс, а ремаркетинг – в Гугл. И точно такие же ремаркетинги и ретаргетинги есть в социальных сетях. Просто немножко по-другому называются. Далее, Яндекс.Метрика и Гугл.Аналитика, как мы с вами уже поняли, большинство знает. Это, грубо говоря, как я указал, бесплатные инструменты веб-аналитики. Почему бесплатная со звездочкой? Потому что есть платные, так скажем, функции. В случае Гугл.Аналитики можно приобрести платную версию Гугл.Аналитикс 360. Ну а в целом для анализа любой, в принципе, маркетинговой деятельности в интернете минимально будет достаточно и метрики, и аналитики. Далее, Гугл.Таг.Менеджер. А знаком кто-нибудь с ГТМом? Пользовался когда-либо? Нет, не пользовались. Смотрите, привожу пример, чтобы понять, что это. О, практически никто. Смотрите, когда вам необходимо установить код счетчика в код сайта, вы к кому идете? Наверное, к тому человеку, кто занимается техподдержкой вашего сайта. Даете ему этот код аналитики и говорите, а размести-ка этот код на всех страницах моего сайта. И он это делает. Так вот, Гугл.Таг.Менеджер или по-другому ГТМ сокращенным, по сути, это тот же самый бесплатный инструмент, который позволит вам без привлечения третьей стороны, а именно разработчика или программиста, добавлять или удалять какие-либо ранее добавленные коды на ваш сайт. К примеру, нужно поставить или заменить код счетчика. Один раз устанавливаем, идем к программисту, говорим, установи мне, пожалуйста, контейнер, вот этот код ГТМа на мой сайт. После этого вы можете забыть, грубо говоря, о программисте, и если вам нужно поставить какой-то новый счетчик, какой-то новый скрипт, какой-то пиксель, к примеру, из соцсети в код сайта, вы просто это можете сделать без особых технических каких-то знаний через этот самый контейнер ГТМ. Еще проще, грубо говоря, у нас есть ящичек, какая-то коробочка. Эта коробочка и есть наш ГТМ. Эту коробочку мы устанавливаем на наш сайт, и потом все остальные коды, скрипты, грубо говоря, это наши кубики, мы кладем в эту коробочку, и эти все скрипты, счетчики будут работать через ГТМ. Плюс также в чем, что можно настраивать определенное событие, а-ля, если у вас на сайте заказ, когда он оформлен, или человек, пользователь оставил заявку, у вас не выскакивает страничка с NQPage, как тогда настроить отслеживание этой самой заявки, или клика по телефону, по адресу и тому подобное. Вы можете воспользоваться также ГТМ. Он позволяет настраивать и отслеживать взаимодействия практически все с вашим сайтом. Клики в разные области, по телефону и тому подобное. Очень классный инструмент. Кто ни разу не пробовал, но хочет попробовать, очень советую. На самом деле, особых сложных технических знаний не нужно для его использования. Один, два, три раза попробовать, потестить, что-то попробовать настроить, и потом будет все на автомате получаться. Далее, это что касается ГТМа. А, плюс, сайт будет немножко быстрее прогружаться, так как асинхронный код. Что такое? Нет, SankyPage, по сути, страничка благодарности. Если у вас есть страничка благодарности, когда вы оставляете заявку, вы можете в счетчике настроить отслеживание, то есть равно цель, именно посещение странички SankyPage. Но если ее нет, формочка, к примеру, просто обновляется, вам поможет ГТМ. Вот, это буквально поверхностно по инструменту. Далее, показатель отказов. Это непосредственно уже параметр из самих счетчиков веб-аналитике. Этот показатель есть и в Яндекс.Метрике, и в Гугл Аналитикс. Различие в этих двух счетчиках по этому показателю, что он немножко по-разному считается. Что он из себя означает? Это, по сути, процентное соотношение количества посетителей, которые сразу же ушли с сайта. То есть они сразу посетили ваш сайт. И в случае метрики, если пользователь зашел к вам на сайт и 15 секунд ничего не делал и ушел, ему засчитается отказ. В случае Гугла, если пользователь перешел на сайт, но дальше никуда не пошел, ни с чем не взаимодействовал, неважно, сколько он времени пробыл на этой страничке, ему тоже будет засчитан отказ. Как правило, показатель отказов всегда выше в Гугл Аналитике, потому что там немножко другой механизм расчета. Но немножко на заметку. Те, кто пользуется аналитикой или планирует пользоваться, если вы в Гугл Аналитиксе видите в отчете показатель отказов меньше 10%, там 5%, я видел еще полпроцента, это означает то, что у вас счетчик на сайте Аналитика стоит дважды, то есть идет дублирование данных в счетчиках. Исходя из этого, мы видим заниженный показатель отказов. Чем это чревато? У вас будет задвоение данных в счетчике и не совсем корректная статистика, как вы понимаете. И если не корректная статистика, значит принимать какие-то объективные решения по источникам, каналам трафика не представляется возможным. Далее, UTM-метка. Знакомы с UTM-меткой? Думаю, те, кто запускал таргетированную рекламу в социальных сетях, точно должны знать, что это такое. Тоже не знаем. Ничего страшного, у меня будет парочка слайдов, чтобы ввести вас тоже в курс дела. В двух словах, UTM-метка это такой параметр, или обзовем это кусочек ссылочки, который добавляется к основной ссылке посадочной. Благодаря этой UTM-метке, грубо говоря, эта UTM-метка передает все данные о клике по вашему объявлению в системы веб-аналитики. То есть, если вы разметите UTM-меткой, к примеру, рекламу из социальных сетей, то в системах аналитики, в аналитике метрики вы будете прекрасно видеть, что этот пользователь пришел точно из этой социальной сети. И больше скажу, вы будете видеть, с какой рекламной кампании он пришел, с какого поста он пришел, а в случае контекстной рекламы с какого ключевого слова, по какому объявлению, по какой группе, по какому таргетингу, прочее, прочее, прочее. В общем, must-have. Подробнее о UTM-метках расскажу чуть-чуть попозже. Вот это что касается основных тезисов, основных параметрах, про которые я придумал, в принципе, добавить вам, которые могут быть интересны. Их на самом деле очень большое количество. И зачитывать их на вебинаре, я думаю, не будет очень эффективно. Поэтому движемся дальше. Если появляются непосредственно вопросы, обязательно задавайте. Если мы немножко задержимся на вебинаре, я отвечу на все вопросы. Раньше не уйду, пока на все не ответим. Дальше. Непосредственно немножко пробежимся. А что же есть из себя представляет рекламная кампания? Из чего она состоит? В случае Яндекс.Директ и Google AdWords мы сейчас рассмотрим и иерархию, грубо говоря, аккаунта. В аккаунте есть рекламная кампания. Что есть или что представляет из себя рекламная кампания? К примеру, что мы можем продавать? Мы можем продавать холодильники. Так вот, рекламная кампания может быть холодильник. Но холодильников бывает много. Они бывают по типам двух-трехкамерные, бывают по брендам а-ля Samsung и еще какие-то, атланты и тому подобное. Так вот, все вот эти подразделения каких-то направлений могут быть как отдельная рекламная кампания. Даже не могут быть, а нужно, чтобы они были в отдельных рекламных кампаниях. Зачем и почему расскажу тоже чуть-чуть попозже. Дальше в этих рекламных кампаниях мы с вами уже обусловились, что рекламная кампания сегодня у нас в холодильнике. Дальше в рекламной кампании будут группы объявлений. В этих группах будут находиться ключевые слова и объявлений. Пример, ключевые слова а-ля «купить холодильник» — это одна группа. «Купить холодильник в Минске» — это вторая группа объявлений. «Купить холодильник в Минске в рассрочку» — третья группа объявлений. «Купить холодильник Samsung» — четвертая группа объявлений. Почему так много групп? Именно для того, чтобы мы смогли технически в наших рекламных кампаниях добиться максимальной релевантности наших, грубо говоря, рекламных материалов и поисковых запросов потенциальных пользователей. Чем больше релевантности, а это под каждый ключ мы пишем, грубо говоря, от трех уникальных текстов, мы добиваемся максимальной релевантности, в результате чего снижается стоимость перехода. Где что посмотреть, а стоимость перехода, о планировании, прогнозировании — тоже будет парочка слайдов. Итого, основное. «Яндекс.Гугл» — структура схожая. «Есть рекламная кампания, в ней группки объявлений, а внутри этих групп ключевые слова и объявления». Все очень просто. «Фейсбук» — здесь уже немножко другая ситуация. А именно, есть рекламная кампания, а внутри рекламной кампании идут группки, на которые настраиваются те самые таргетинги. Тоже сегодня посмотрим. А внутри этих групп находятся рекламные посты. Далее, в «Контакте» и «Таргет», «Одноклассники» по-другому. Здесь еще проще структура. У нас есть просто рекламная кампания «Холодильники», и сразу же в этой рекламной кампании находятся наши посты. Все достаточно очень просто. Идем дальше. Дальше мы рассмотрим с вами инструменты непосредственно контекстной рекламы. И какие, в принципе, возможности есть сегодня нам предлагают Google и Яндекс. Самое элементарное — поисковая реклама. Реклама на поиске. Несколько блоков, 4 в случае Яндекса сверху и в случае Гугла, и 4 снизу в случае Яндекса, то есть под органикой, и 3 в случае Гугла. Это поисковые объявления, работа с теплой аудиторией, когда пользователь непосредственно что-то ищет, и ему показываются рекламные объявления. Все тоже достаточно просто. Но очень много нюансов. Хотя, кажется, обычная поисковая кампания, что тут, в принципе, может быть из нюансов? А именно в том, что ключевые слова, которые вы используете в качестве таргетингов, чтобы вы понимали, ключевые слова — это те же самые поисковые запросы, которые вводят пользователи. То есть я иду в Яндекс.Поисковик, мне нужно купить холодильник, я ввожу поисковой запрос «купить холодильник в Минске», к примеру. Если у кого-то из рекламодателей в рекламной кампании на поиске есть ключевое слово «купить холодильник в Минске», ну или немножко другие, но связанные с моим непосредственно, то мне покажется его рекламное объявление. Так вот, ключевые слова могут быть продающие, а именно продающие запросы, там «купить», то есть с прибавками продающими «купить», цена, заказ, заказать с указанием региона, к примеру, холодильники Минск, что-то такое, там «продажа», «дешево», «недорого» и тому подобное. Далее, околотематические запросы. Когда вы не непосредственно предлагаете какую-то услугу, а ходите, грубо говоря, вокруг да около. Я вам покажу интересный пример по поводу этого. Далее, очень интересные запросы по конкурентам. Все же хотим урвать немножко трафика от ваших конкурентов. Например, что можно придумать? Какое-либо автомобильное агентство. К примеру, я знаю о существовании такого автомобильного агентства. Или еще, вот лучше, хочу купить автомобиль. Какой-какой? Киа. Например, я пишу в поисковую строку, к примеру, «дилер Киа» или «официальный салон» или «официальный дилер Киа». На другой стороне интернета, грубо говоря, рекламодатель, который продает не Киа, а, например, Ауди, может собрать такие ключевые слова, а именно с названием конкурента. В данном случае «дилер Киа» подразумевается непосредственно «официальный салон», «официальный дилер». Собрать в рекламную кампанию и показывать по таким ключам, когда я пишу «купить Киа» свое предложение. К примеру, «запишись на тест-драйв Ауди». По законодательству мы ничего не нарушаем, но есть вероятность того, что мы можем переманить пользователя к себе. Ну, да, интересуется Киа. А если мы предложим ему более интересное предложение по Ауди, возможно, он клюнет, ему это понравится. Поэтому запросы по конкурентам тоже классно работают, как показывает практика в некоторых направлениях а-ля «окна», «лизинг». Это что я сходу вспомнил. Работает классно. Немножко обратная сторона. Нельзя в таких объявлениях указывать непосредственно своего конкурента. Если вы крутитесь по ключам своего конкурента, вы должны писать, что это вы предлагаете услугу. Ни в коем случае не сравнивать его с собой, иначе это все очень плохо может закончиться. Также могу сказать, что такие запросы по конкурентам будут обходиться вам дороже, нежели обычные продающие или какие-то там продуктовые запросы. Почему? Потому что вы пишете не совсем релевантный заголовок, человек же ищет Киа, а вы предлагаете Ауди. Релевантность нарушается. В итоге стоимость перехода, или, грубо говоря, стоимость такого ключевого слова, она вам будет обходиться дороже. Но из плюсов что вы получаете? Урываете трафик конкурентов, который также может закончиться конверсией, покупкой в вашу пользу. Поэтому пользуемся. Как можно еще урвать немножко трафика от конкурентов, посмотрим в следующих слайдах. Дальше. Общие запросы. Это если мы немножко отходим от продуктовых, там, если купить просто холодильник, там, Samsung какой-то, просто общими будут, там, холодильники и тому подобное. Более широкий охват. Стоимость перехода также будет отличаться от других а-ля продуктовых запросов, но пользователи также вас ищут. Дальше. Проблема решения. Сломался компьютер. Я могу искать не просто ноутбук, я могу искать не мастерская ноутбуков и тому подобное. Я могу вбивать черный экран, не включается ноутбук, залил кофе, клавиатуру. Можем так искать? Можем. Ваши пользователи тоже могут искать ваши направления бизнеса. Почему бы не использовать такие запросы? Это работает. Дальше. Сопутствующие товары. Как я раньше приводил пример, если пользователь, к примеру, ранее там покупал у вас клавиатуру или еще что-либо, почему бы ему не показывать рекламу сопутствующих товаров? Мышка, коврики, ноутбук новый, почему бы не обновить и тому подобное. Брендовые запросы. Это, грубо говоря, противостояние или конкурентным компаниям. То есть, если вы видите, что по указанию вашего бренда крутится реклама конкурента, как я приводил пример, вы, к примеру, дилер KIA, а Audi взяла просто ключевые слова, связанные с дилером KIA, салоном KIA и показывает рекламу Audi. Так вот, чтобы перебить своего конкурента в показе, вы можете запустить рекламу по своим брендовым запросам. Это немножко будет вам дороже. Почему? Потому что, в принципе, SEO-позиция, если сайт немножко хотя бы адаптирован, будет иметь SEO-высокие позиции. Но вы будете тем самым перебивать позицию показа вашего конкурента. Поэтому это тоже имеет место быть. Ну и все остальные запросы, которые не входят в эти наши группировки, которые я представил. Небольшой пример. Слева у нас это, где я, в принципе, это скринил, это прогноз бюджета в Яндекс.Директ. Если я закидываю определенные ключевые слова, здесь мы видим ряд продуктовых запросов конкретных, продающих, а-ля Leasing Auto Minsk, кузовной ремонт Minsk, мы видим, что дабы показываться на высокой позиции а-ля первая, вторая, третья, необходимо выставить ставку порядка шести бинов. Это достаточно дорого. На самом деле я еще не показал ставки по окнам, дверям, натяжным потолкам и всему прочему. Там ставки еще большие будут. Что мы можем делать, когда тематика перегрета, но нам нужно как-то урвать свой кусочек трафика? Вы можете использовать те же самые околотематические запросы, а-ля, какое масло выбрать, как отрегулировать задние тормоза, какой антифриз купить. Люди тоже так ищут. Не все ищут прямо Leasing Auto Minsk или кузовной ремонт Minsk. Кто-то ищет по-своему, кто знает, как ищет. Поэтому, исходя из этого, можно набрать тоже таких ключевых слов и закинуть их в отдельную рекламную кампанию. Как мы можем здесь наблюдать, стоимость перехода в десятки раз меньше, но люди также ищут. Это ваша целевая аудитория. Зачем просто так отдавать ее вашим конкурентам? Поэтому также можно использовать. Далее баннер на поиске. Думаю, все тоже уже видели. В выдаче Яндекса справа 240 на 400 баннерок. Может быть статический. То есть просто картинка в данном случае, это должна была быть гифка, но вебинар не позволяет отобразить презентацию гифку. Поверьте на слово, здесь гифка. Которая показывается по ключевым словам. Мы писали кейс, который у нас получился и публиковали его в Яндекс. А именно, что у нас было? Мы в предновогодний период, там буквально, наверное, 2-3 недельки до Нового года было, запускали рекламу по окнам. Как я говорил ранее, окна очень перегретая тематика. Больше скажу, это Минск, где конкуренция просто кипит. Итого, у нас была основная поисковая кампания. Если мы здесь посмотрим, у нас есть поисковое наше основное объявление на второй позиции, плюс вдобавок у нас есть баннер на поиске. То есть, по сути, в поисковой выдаче, когда пользователь вводит какой-то запрос, он дважды видит ваш сайт. В итоге, может, кто-то уже предположил, что лояльность, в принципе, к этому рекламодателю может становиться лучше. Он и здесь есть, и здесь есть, еще и в органике он фигурирует. Скорее всего, можно на него кликать. И что у нас получилось? Мы запускали одновременно основную поисковую плюс баннер на поиске. Использовали те самые гифки, которые я говорил. Что это такое? Это анимированный баннер, который меняется слайды, какие-то элементы и тому подобное. Исходя из этого, мы заметили такую штуку, что показатели именно основной поисковой кампании стали лучше, а именно кликабельность поискового объявления увеличилась, цифры представлены на скриншоте, количество кликов, соответственно, тоже увеличилось, и самое главное, увеличилась конверсия. Один момент, читаю вопрос. Нет, в этом случае он не будет резаться. Я вам такое могу сказать, что, грубо говоря, подводный камень этого формата. Есть колдуны. Колдуны на поиске Яндекс. Что это такое? Когда вы вбиваете какую-то организацию, к примеру, справа может показаться, или товарная галерея от Яндекс.Маркета может показаться адреса, и в итоге ваш вот этот баннер на поиске будет под колдунами. То есть вот сейчас мы видим самую верхнюю, грубо говоря, часть странички. Ниже, если прокрутим колесико, там начнется органика и еще кусочек гарантийных показов. Так вот, если в этот момент показались Яндекс.Карты, или тому еще что-либо, то ваш баннер на поиске будет под ними, то есть в самом низу странички. Исходя из этого, баннер на поиске не всегда виден. Сейчас отвечу на вопросы, закончу мысль. Еще немножко по поводу функционала данного инструмента. Он практически не кликается. В плане CTR у него меньше 1%. Это означает, что показов он приносит много, но кликов мало. Это больше не перформанс какой-то инструмент. То есть не особо он приносит заявки, но он дает охват. Брендинг, узнаваемость, подкрепление основного поиска. То есть как самостоятельная единица, не очень хорошо отрабатывает, но в совокупности с основной поисковой компанией работает классно. Как запустить? Вы заходите в Яндекс.Директ, нажимаете сверху, будет кнопочка «Добавить новую компанию, создать» и выбираете баннер на поиске. Что вам потребуется для создания? Во-первых, баннер 240 на 400, можно статика, то есть PNG, JPEG, или гифка, анимированный баннер, если вы умеете его рисовать или закажете у дизайнера, добавляете баннер, указываете посадочную страничку, добавляете желательно вот эту метку, потом расскажу зачем, и добавляете ключевые слова, по которым вы хотите показываться. Можно выбирать какие-то более широкие ключевые слова, не прям прорабатывать досконально список, если тут контекстная реклама Минск, можно ограничить контекстную рекламу, то есть чтобы иметь больше присутствия по таким целевым, более широким ключевым словам. В общем, работает классно, кто не пробовал, попробуйте. Кейсы врать не будут. Так, на ответ, ответ на вопрос дал, как запустить в Яндекс.Дирекцию, создаем новую компанию, баннер на поиске. Создание очень простое, заливаем баннер, добавляем ключики, устанавливаем дневное ограничение, и пошло в работу. Это что касается баннера на поиске. Идем дальше. Рекламная сеть Яндекса и КМС, аналог Гугла. По сути, как я говорил ранее, это сайты, где могут показываться объявления этих систем Яндекса и Гугл. Немножко примеров таких сайтов представлены на скриншоте, плюс ниже а-ля Опера, Вайбер, это где могут показываться, а именно в каких мобильных приложениях могут показываться ваше объявление. Также стоит отметить, на графике очень отчетливо видно именно охват поисковой пересечения и тот огроменный охват, который может давать вам RCA. В том числе по КМС у меня, к сожалению, нет похожего слайда, но думаю, ситуация будет аналогичная. Примеры таких объявлений. На любых сайтах это, по-моему, Яндекс.Новости. Справа блоки есть, могут быть между статьями. Стоит отметить, что очень большое количество форматов различных объявлений, а именно просто картинка с текстом, как мы видим справа и слева. Они отображаются по-разному. Плюс есть более анимированные блоки, когда выезжает кнопочка, текст выезжает и тому подобное. Форматов огромное количество. Основные это текстово-графические, то есть текст плюс картинка, потом графические баннеры, то есть отрисованные вашим дизайнером. Нету дизайнера, не хотите тратить деньги на разработку баннеров? Пожалуйста, в Яндекс.Директ есть конструктор шаблонов, куда вы сами можете зайти. От вас понадобится просто какая-то картинка вашего продукта, придумать немного интересных текстов, и система сама вам в конструкторе разработает эти же самые графические баннеры. Очень удобно. Плюс с недавнего времени можно запускать видеообъявления, которые показываются в видеосети Яндекса. Плюс еще совсем недавно появилась возможность запускать аудиорекламу, но об этом чуть попозже. Это основные, где можно встретить такие объявления, когда листаете какие-то сайты, читаете, ищите какие-то товары, или просто читаете новости, вас могут догонять такие объявления. Обратите внимание, здесь справа подсвечено слово арендный бизнес. Так вы можете понять, или вы вбивали этот ключик, когда-то что-то искали, или читали какие-то сайты, статьи, где фигурировал тоже этот ключик. Так реклама нас и находит. КМС-пример выглядит немножко по-другому. Можно их отличать по значку реклама в Google он зелененький, а в Яндекс, Яндекс.Директ просто прописывается. Это, скорее всего, адаптивный баннер. То же самое замена каких-то конструкторов. Нет дизайнера, без проблем. Мы используем пару картинок, лого, пару текстов, и, пожалуйста, полноценный красивый баннер готов. Он не просто статика. Он может меняться, вытягиваться, меняется текст, кнопка. Можно персонализировать этот баннер под свой бренд-бук. Пожалуйста, у вас определенная цветовая гамма сайта. Почему бы не сделать конструкторские баннеры в Яндекс.Директ и в Google Ads под ваш сайт? Тоже можно сделать, без проблем. И каких-то также технических, особо сложных знаний не нужно. Картинка, текст, и все, можно создавать. Дальше. Что касается таргетингов. RCA-компания запускается по ключевым словам. То есть мы будем бегать за теми пользователями, которые когда-либо что-то не гуглили, искали в поисковиках или читали соответствующие сайты, освещенные этому товару. Плюс, если вы запускаете медийную рекламную кампанию, не RCA, а медийную, вам предоставляется возможность большего выбора таргетингов. А именно, также можно отметить, что можно использовать ключевые слова. Плюс, соц.дем.профиль, возраст, пол, уровень дохода, семейное положение, наличие детей, профессии. Очень большое количество. Я думаю, любой соучредитель своего бизнеса найдет какой-то таргетинг именно для себя под свое направление. Плюс, поведенческие признаки. Какими устройствами пользуются, в каком диапазоне эти устройства, ценовой. Плюс, автомобилисты, пассажиры такси и тому подобное. Редко смотрящие телевидение или используют Wi-Fi и тому подобное. Таргетингов огромное количество. Плюс, краткосрочные, долгосрочные интересы. Вы должны понимать разницу в этих категориях. Краткосрочные – это когда пользователь ищет что-то, что хочет купить в недалеком будущем. Кроссовки. Скорее всего, пользователь, если ищет, он купит в течение недели. Это пример краткосрочных интересов. Долгосрочные – это если уже пользователь планирует покупку на будущее. Например, недвижимость, автомобиль, ремонт и тому подобное. Выбор очень большой. Здесь я вам представил небольшую выборку разделов. Эти разделы делятся еще на большое количество разных, более точечных интересов. Думаю, для себя что-то выбрать тоже сможете. Дальше. Таргетинги в Google Ads. Те же самые ключевые слова, что есть в выражении интереса пользователей. Те же самые интересы. Я тут уже не приводил пример, потому что их еще больше, чем в Яндекс. Плюс, если вы сомневаетесь, не знаете, а какие же интересы лучше выбрать, система облегчает вам задачу. Вы просто пишите там в настройках рекламной кампании, когда выбираете интересы. Какое-то ключевое слово. К примеру, продаем что? Продаем мобильный телефон. Пишем мобильные телефоны. Система сама вам найдет в своей базе интересы, которые можно использовать для таргетинга, и предложит вам. Вам останется просто выбрать галочкой. Не хотите вбивать ключевое слово? Пожалуйста, скидывайте URL своего сайта, то есть ссылку, и система сама подберет, а какие же интересы лучше всего взять для таргетинга. Очень удобно. Плюс, темы. Если с интересами все понятно, это выражение спроса пользователя, хочу купить холодильник. Все, в принципе, понятно. А темы, это уже непосредственно на тематиках каких сайтов мы хотим показываться. Автомобильные формы. Пожалуйста, выбираем темы автомобилей. Какой выбрать таргетинга? Сейчас я вам дам небольшой совет по этому поводу. Места размещения. Сейчас только рассмотрим все остальное. Места размещения. Хотим показываться на конкретных площадках? К примеру, мы кинотеатр. Мы хотим привлекать больше пользователей к себе в кинотеатр. Почему бы не настроить показ на кинопоиск, на афишу ТО2 и тому подобное? Можно? Конечно, Google говорит. В Яндекс, к сожалению, нельзя выбирать площадки и сайты, где мы хотим показывать свои объявления, но в Google это сделать можно. Далее, не нашли какой-то интерес или тему в иерархии, которую предлагает Google? Не беда. Google говорит, осоздай свою кастомную аудиторию. Что это означает? Вы просто берете, закидываете в аудитории какие-то ключевые слова, как вы думаете, как пользователи вас могут искать. И система на основе этой аудитории анализирует ее на основе машинного обучения и дает вам работу аудиторию, которая может быть интересна. Грубо говоря, это направление, которое вы в ней прописывали. То есть добавляли ключевые слова, там какие-то продуктовые и тому подобное. Категория по интересам. Тоже не знаете, не вы нашлись такие интересы, это больше свойственно к неким более узким направлениям. Пожалуйста, вбивайте также ключевые слова. Можно даже домены конкурентов вбивать и тем самым находить свою аудиторию. Но здесь главное нужно уточнить. Если вы вбиваете в качестве таргетинга домены своих конкурентов, это не означает, что вы будете показывать рекламу тем пользователям, которые сидят на этих сайтах. Нет. Система просто анализирует аудиторию этого сайта и, грубо говоря, находит вам похожую по интересам и другим признакам. Это вот так работает. Ну и прочий соцдем профиль, наличие детей, пол, возраст и тому подобное. В случае площадок, как рекомендую поступать. Вы создаете КМС-компанию, потому что эти таргетинги именно в ней, в этом подвиде инструмента доступны. Создаете одну группу по интересам, вторую группу по темам, например, третья группа по ключевым словам. То есть вы тестируете разные наборы таргетингов в разных группах и уже потом принимаете решение, а что же работает лучше, а что работает хуже. Плюс вы можете объединять интересы плюс темы в одной группе. Что получится? В итоге вы будете показывать объявление той аудитории, которая интересуется, например, мобильным телефоном, и, если добавили интересы плюс темы, выбрали темы, к примеру, сайтов, связанных с мобильными телефонами. Тогда вы показываетесь кому? Тому, кто хочет купить мобильный телефон и смотрит сайты, посвященные выбору или каталогу мобильных телефонов. Очень целевая аудитория, но когда вы выбираете такое пересечение таргетингов, вы сильно сужаете свой охват аудитории. Поэтому с этим нужно быть тоже очень осторожным. Это что касается, какой таргетинг выбирать. Все сугубо индивидуально под ваше направление, но могу сказать, что таргетингов в системах и инструментах хватает предостаточно. Бюджет большой не нужен. Начинайте с маленьких тест-драйв-компаний, на маленьких узких таргетингах. Не стреляйте в широкие никогда. С узких, а потом потихонечку расширяемся. Далее, это по поводу, есть ли беда с посадочной страницей, сайтом. Сайт не грузится быстро с мобильных телефонов, или он в принципе не быстро грузится. Яндекс пошел вперед. Он предлагает создать турбо-страницу. Есть турбо-страница для рекламы, а есть основная, которая показывается в органике. Мы сейчас говорим непосредственно про турбо-страницу в Яндекс.Директ. Что это такое? Вы можете создать, грубо говоря, лендинг. Что такое лендинг? Это одностраничник, сайт-одностраничник, где ужата представлена основная информация о вашем продукте и та информация, которая позволит пользователю удовлетворить свой спрос и сразу оставить заявку. Все очень просто. Также в рекламном кабинете Яндекс.Директ в настроечках находим турбо-страницу и создаем такую страничку, грубо говоря, лендинг. Туда можно добавлять кольцевые галереи, формы сбора заявок, ссылки на соцсети, прочее, прочее, прочее. Очень удобно собирать заявки, если у вас какое-то такое направление, когда пользователю достаточно небольшого объема информации, чтобы ознакомиться с услугой и оставить вам заявку. Добавляем в турбо-страницу форму сбора заявок. Если пользователь ее отправляет, можно указать, а на какой e-mail будут приходить эти лиды. Указываем свою почту, лиды приходят вам на почту. Больше скажу, на эту турбо-страничку можно поставить тоже счетчик метрики. Еще больше скажу, если вы создаете первую турбо-страничку, система вам сама предлагает создать этот счетчик. В итоге создается автоматический счетчик на турбо-страничку, то есть вы будете видеть весь трафик, который на нее приходит. Те же практически, те же отчеты доступны, что в полноценной метрике, там, конечно, ограниченное количество, но виден трафик, видны источники, плюс на, грубо говоря, на ссылки, которые ведут на турбо-страничку, можно добавлять UTM-метки, то есть размечать трафик. Плюс скажу, если вы создаете автоматический счетчик, метрики, то есть ставите галочку и даете системе самой создать счетчик, система сама внутри счетчика создает цели. То есть если вы настроили в своей турбо-страничке на своем этом лендинге от Яндекса форму сбора заявок, добавили телефон, добавили ссылки на свои соцсети, все взаимодействия с этими элементами сразу же можно будет отслеживать. Они автоматически настраиваются в этом счетчике, что достаточно удобно. Можно такую турбо-страничку в случае только Яндекса использовать в качестве основной посадочной, в качестве быстрых ссылок или в качестве посадочных только для мобильных устройств. То есть мы можем полностью ввести весь трафик с директа на турбо-страничку или можно частично. Это, к слову, о решении, что делать, если сайт не оптимизирован и долго грузится. Турбо-страничка грузится очень быстро. Дальше, что же может предложить Google еще из интересного? Умная компания – это полностью автоматизированная компания, которая управляет машиной обучения. Что нужно для запуска? Необходимо, во-первых, наличие счетчика, чтобы в счетчике отслеживались какие-то конверсии, покупки, звонки, клики по телефону. Эти конверсии передавались в рекламный кабинет, а именно рекламный кабинет Ads должен быть связан с счетчиком Google Аналитики. Потом, за определенный период времени должно быть определенное количество конверсий, как я указал на скриншоте. Плюс, указываем бюджет, закидываем пару картинок, пару текстов, все, включаем компанию. Больше не надо выбирать никакие таргетинги и ничего. Система сама выбирает аудиторию, но вы выбираете перед этим, перед запуском, стратегию, то есть, или максимум конверсии, или целевую цену за конверсию. И система учится примерно две недели, ее желательно не трогать, такую компанию. Пока машина учится, она может приносить не очень хорошие результаты, но по истечению примерно двух недель машина начинает умнеть, она начинает приносить конверсии. И что в моем случае получилось, это пример на направлении лизинг для юру и физлиц. Запустил такую рекламную компанию, расход бюджета на нее за определенный промежуток времени, за который я тестил, составил 10% от всего бюджета. Но эта компания с 10% бюджета принесла 32% заявок всех. Ощущаете, какая эффективная? В этом случае она показала высокую эффективность, но эффективности может быть отсутствовать в случае, если вы очень часто меняете настройки и если недостаточно данных для обучения, то есть по количеству конверсий. Плюс, если вы хотите внести изменения в компанию, к примеру, компания классно работает, почему бы не увеличить бюджет и увеличить количество конверсий, подумайте вы, все очень просто. Можно поднять бюджет, но желательно это делать в рамках 15-20%, не более. То есть, если с 5 долларов до 10, x2 сразу нельзя поднимать. Почему? Потому что машина начнет обучаться заново. Поэтому шаг поднятия, ужимания бюджета или стоимости заявки, которую вы хотите получать, ориентировочно 15-20% в лучшем случае. Вот это, что касается умной компанией, запускается очень быстро и приносит достаточно хорошие результаты. Поэтому тоже можно пробовать. Далее, Яндекс.Аудитории, сервис от Яндекс.Директа, который позволяет настраивать показ рекламы, грубо говоря, ладно, скажем по-другому, позволяет собирать аудиторию определенных районов кварталов, к примеру. Что именно можно здесь сделать интересного, можно настроить показ рекламы на офисы конкурентов, можно настроить, точнее, охватить аудиторию офиса конкурентов, аудиторию близлежащих зданий и тому подобное. Можно загружать сюда базы, MAC-адреса, использовать пиксель Яндекс.Аудитории. Очень много интересных настроек по сохранению и сбору аудитории, которые можно в дальнейшем в настройках использовать. Самое элементарное можно создать, как показано на скриншотах, к примеру, полигон, это картинка справа, выделить определенные дома для таргетинга, и если система, она в любом случае определит аудиторию вот этого района, и можно показывать рекламу аудитории этого района, все достаточно просто. И, к слову, как же урвать немножко еще трафика от конкурентов, почему бы не показывать рекламу тем пользователям, которые сейчас сидят в офисе конкурента, листают что-то в телефоне. Очень интересная идея, можно попробовать. Далее, ремаркетинг, ретаргетинг, как я говорил ранее, по сути, инструмент, который позволяет возвращать или напоминать о себе пользователю, который уже с вами знаком. К примеру, посетил сайт и ушел, положил товар в корзину, но не закончил оформление, что-то купил, а давайте предложим сопутствующий товар. Как это работает? В Яндекс, Директ и Гугл нам нужны просто счетчики, и в этих счетчиках мы можем настраивать сбор аудитории по разным абсолютно признакам вашего сайта. В случае социальных сетей там есть пиксели, кусочки кода, которые тоже устанавливаются на сайт, и благодаря которым можно сохранять эту аудиторию и передавать ее в социальные сети. То есть вы, к примеру, создали пиксель, поставили на сайт и потом социальный сайт там ВКонтакте. Например, создаете аудиторию все пользователи сайта. В итоге, если система на основе вашего пикселя найдет тех пользователей, которые были на сайте в ВКонтакте, определит их, вы получите эту аудиторию. Если человек был у вас на сайте, с большей вероятностью он узнает вас в социальной сети, в рекламном объявлении и кликнет на вас. Плюс есть направление бизнеса, когда больше упор делается или на новых пользователей, потому что они чаще покупают, или на вернувшихся, то есть, которые приходят постоянно на сайт или с определенной периодичностью. Согласитесь, что если мы хотим те же самые кроссовки купить, скорее всего, на первом сайте это не произойдет. Мы уйдем подумать, во-первых, во-вторых, мы подождем, к примеру, на выходных хочу купить, или мы пойдем смотреть другие магазины, чтобы сравнить цены, качество производителя. Так вот, ремаркетинг помогает нам, если пользователь ушел с сайта, напоминать о себе, напоминать о своем предложении, а если вы еще в такое объявление докинете скидку или интересные условия покупки, скорее всего, пользователь вас заменит и купит именно вас. Поэтому очень классный инструмент просто must-have. Далее, динамический ремаркетинг и смарт-баннеры. Если нам обычного ремаркетинга, ретаргетинга не хватает, когда мы показываем какие-то определенные статические объявления, то есть, неважно, что смотрел пользователь на сайте, мы ему показываем какое-то, на наш взгляд, максимально релевантное объявление, то мы можем еще использовать динамический ремаркетинг или смарт-баннеры. Что это такое? Это практически то же самое, только мы можем показывать пользователю те товары, которые он конкретно смотрел на сайте. Смотрел планшет Asus, покажем в объявлении этот же планшет Asus. Понимаете разницу? Поэтому инструмент также классно работает, для запуска можно использовать или фид, или контент сайта. Тоже можно использовать, особенно в интернет-магазинах, когда товарная номенклатура очень огромная, и создавать под каждое направление поисковые компании достаточно затруднительно, не то что поисковые, это медийные инструменты, смарт-баннеры и динамический ремаркетинг очень облегчают вам задачу. Тоже сюда уже не выносил в презентацию, есть динамические поисковые объявления, которые тоже на основе контента вашего сайта, вам по сути не надо даже ключевые слова собирать. Создаете такую динамическую поисковую кампанию, система сама на основе контента вашего сайта или объявления подбирает вам, по каким ключевым словам нужно показаться. Дальше, реклама на YouTube тоже можно использовать, я бы сказал нужно, почему? Потому что это дополнительное касание с вашей аудиторией, плюс это дополнительное общение с вашей аудиторией, если люди подписываются, смотрят ваши ролики, эту аудиторию можно дальше использовать. Чтобы не быть голословным, в эдитере можно сохранять аудиторию, грубо говоря, вашего рекламного канала YouTube, не рекламного, просто канала YouTube, можно сохранять аудитории, которые просмотрели конкретные ролики, которые просмотрели рекламные ролики, которые подписались на канал, То есть использовать эту аудиторию в качестве ремаркетинга. Они интересуются, они для вас достаточно лояльная аудитория, почему бы не попробовать что-нибудь полезное им допродать. Идея очень классная. Плюс развиваем свой канал, если у кого-то еще нет, можно создать и записывать какие-то полезные ролики, собирать потихоньку эту же аудиторию, а потом уже использовать в своих рекламных кампаниях. Система собирать прекрасно все дает. Дальше. Видеообъявления в Яндекс, как я говорил раньше, здесь должна была быть на самом деле гифка. Объясню на пальцах. Слева видеообъявления, что это, как я говорил ранее, показ в видеосети Яндекса, вы можете создать кастомное видеообъявление, то есть использовать видеоролики из библиотеки Яндекса. Это средний скриншот, левый скриншот. Если у вас есть свой брендовый ролик или ролик, который, ну, собственно, вы снимали, вы заказывали, вы можете его в рекламу взять. Если вы это не делаете, вы можете поставить галочку в настройках, и ваша картинка с объявления рекламной сети Яндекса будет немножко, грубо говоря, анимирована. Туда-сюда будет кататься, и будет такой эффект анимации. Поэтому тоже можно пробовать. Как говорят кейсы Яндекса, говорят, кликабельность очень хорошая. Что могу от себя добавить? Качество трафика уступает обычным простым текстово-графическим объявлениям. Как я могу отчасти это объяснить? Тем, что... Да, мы подготовили крутой ролик, запустили. Пользователь на него кликает не с точки зрения, это ему подходит, а с точки зрения, ему понравилось, он хочет посмотреть, узнать больше. Не факт, что он купит. Поэтому, как показывает практика, обычные текстово-графические объявления, то есть картинка плюс текст, они работают немного лучше, чем графические, в принципе, баннеры и такие видеообъявления. Далее, аудио-реклама в Яндекс. Можем показываться, грубо говоря, прокручивать ролик. Там не просто ролик, там может быть еще и картинка и текст. Плюс с ссылочкой на ваш сайт. Показывается тем, кто не купил платную подписку на Яндекс.Радио и Яндекс.Музыки. Вначале, в серединке, в конце ролика. Аудио-дорожки. Если кто-то слушает музыку или тому подобное. Плюс, что могу сказать по данному инструменту? Пропустить такое объявление не получится. Его нужно дослушивать до конца. Ну или закрывать вкладку. Поэтому, как говорит Яндекс, справка коэффициент прослушивания, там порядка 98%. Поэтому, как инструмент в качестве брендинга, подогревание спроса, работа с верхним уровнем воронки, просто отличный. Плюс, вы не просто крутите ролики. Вы можете сохранять аудиторию, которая слушала ваш ролик, и потом ее использовать в рекламных кампаниях. Элементарный пример. Тоже как круто работает, если вы запускаете какие-то медийные кампании. Медийная кампания, YouTube, аудиореклама. Сохранять аудиторию, кто видел, слушал, можно. Как это дальше использовать? Вы можете брать эту аудиторию и навешивать на свои поисковые кампании с повышающей ставкой. Как это работает? Человек ищет, к примеру, купить кроссовки. И если он когда-то видел ваше медийное объявление, и вы сохранили его в аудиторию, навесили на поисковую кампанию с повышающей корректировкой, то для такого пользователя ставка будет немножко повышена. Для чего? Чтобы показаться выше, пользователь вас где-то уже на слуху, на виду видел, и с большей вероятностью он выберет вас. Это работает по-другому, это называется поисковой ремаркетинг. Вот, поэтому идея тоже классная. Плюс, если запускаете медийные кампании или планируете, всегда должно быть какое-то логическое завершение этой стратегии. Не просто открутили и забыли, а работаем дальше с этой же аудиторией. Инструментарий всех систем прекрасно это позволяет. Дальше. Не запускали какие-то инструменты и боитесь, что пойдете не туда, куда нужно, или не знаете, сколько же денег вам понадобится? Без проблем. Каждая система предлагает прогнозы. В Яндекс.Директ, если запускаете медийную кампанию, когда вы выбираете таргетинги, к примеру, интересы, должности, выбрали, настроили портрет своей аудитории, на которую хотите показываться, система вам сразу же будет предлагать охват, который вы можете получить. Плюс там видна ставка, которую желательно выставить по рекомендации системы. Вы можете свои поставить. Но вы видите охват, ставку. Вы можете спрогнозировать, какой же вам нужен бюджет, чтобы обработать такой охват. Это Яндекс. По поводу поиска. Тоже собираем ключевые слова в WordState. Закидываем в прогноз бюджета, так называется инструмент Яндекса. Если сидим в кабинете Яндекс.Директ, там его можно прямо в разделах, в инструментарии найти. Прогноз бюджета. Заходим сюда, закидываем сюда свои ключевые слова, по которым хотим запускать рекламу. Указываем, на какое гео хотим запускать. В моем случае это Минская область, в примере. Выбираем валюту, белорусские рубли. И, пожалуйста, выбираем, на какой позиции мы хотим преимущественно показываться. И система, с учетом всех наших, грубо говоря, хотелок, показывает, а сколько же нам потребуется бюджета. Плюс показывает приблизительные параметры по кликабельность, какая будет, сколько будет показов в кликах. То есть, вслепую действовать не получится. Прогнозы получить можно. С большего скажу, если вы занимаетесь оптимизацией в дальнейшем рекламных кампаний, прогнозная ставка и расход будет на процентов 20-30 меньше, чем от этого прогноза, который предлагает система. Дальше. В Google Ads, если пойдем в планирующие ключевых слов, по точно такому же принципу, добавляем ключевые слова, указываем, какую ставку мы готовы платить. И система, с учетом выставленного, говорит нам, сколько мы получим кликов, показов, какая будет кликабельность. Плюс, если у вас уже есть какая-то рекламная кампания, в ней их настройник конверсии, то система даже вам спрогнозирует, а сколько же вы получите конверсий. И по какой стоимости. Что достаточно удобно. Дальше. Если вы, в принципе, не можете воспользоваться теми способами, которые я вам предоставил, можно использовать такую элементарную табличку. То есть, если у вас уже есть опыт запуска рекламной кампании, вы примерно представляете, какая будет стоимость перехода и кликабельность. Не представляете? Можно посмотреть в тех же самых прогнозах. И, исходя по простым формулам, рассчитать, а сколько же нам понадобится бюджета и какие охваты, не просто показы, а охваты мы можем получить. Здесь представлены примерные показатели по кликабельности и по стоимости перехода. Если не ошибаюсь, это Минск было. В среднем по больнице, по инструментарию. Они могут очень сильно варьироваться в зависимости от вашего направления. Но имейте в виду, посчитать от обратного прогноза тоже можно по простым формулам. Вот это что касается контекстной рекламы. Пока вижу, вопросов нету, надеюсь, не уснули. Если вдруг вопросы появляются, обязательно пишем. А мы так, один момент, читаю вопрос. Для спортивного инвентаря. А какой именно инвентарь? Или я так предполагаю, товарных категорий достаточно много? Если категории товарных достаточно, теннис, инвентарь, ракетки, я так предполагаю, и тому подобное, можете попробовать изначально в поиск пойти, так как это самая горячая аудитория, посмотреть, не просто сразу запускать компанию, а пойти в те же самые инструменты по прогнозу, а посмотреть, а как ищут, а сколько ищут, прикинуть, какие будут бюджеты. Плюс, скорее всего, у вас цель – это продажи, поэтому, если у вас интернет-магазин с карточками полноценными, можно попробовать а-ля смарт-баннеры. Но обязательно нужно начинать с поиска. Аренда авто. Так, по поводу тенниса, в принципе, поиск для подкрепления охвата RCA могу порекомендовать, и обязательно ремаркетинг, хотя бы с трех этих инструментов в каждой системе или в одной какой-то системе, а там уже смотрительная эффективность. Почему? Потому что каких-то шаблонных решений, я, честно, я не могу вам дать. Почему? Потому что все очень сильно меняется. Меняется аукцион, меняется механика работы инструментов, добавляются, убавляются таргетинги, добавляются новые инструменты. Поэтому строгих шаблонов нет. Но с тенниса, в принципе, можно начать поиск, RCA, КМС, ремаркетинг, ретаргетинг. Идет, а там уже тестировать, добавлять, убавлять какие-то интересы. Вот, по поводу аренды авто, поиск. Почему? Потому что люди, скорее всего, так и ищут по аренде авто. Плюс ремаркетинг, ретаргетинг. Почему? Если человек активно арендует авто, скорее всего, он понадобится им и в дальнейшем. Поэтому можно напоминать постепенно или постоянно пользователям, что, ага, брал когда-то аренду, а возьми еще раз. Вот тебе скидка или и тому подобное. Так, один момент. Это по поводу аренды. Плюс мы еще, вот, кстати, по всем вот этим направлениям, давайте мы пройдем в соцсети, и я вам расскажу, почему. Потому что там есть форматы по сбору лидов. То есть пользователю далеко до около не нужно ходить, он видит ваше рекламное объявление, это случаи с соцсетями. И если ему интересно, к слову, к примеру, теннис, инвентарь, можно запускать рекламу каруселек. Что это такое? Это рекламный пост, где несколько карточек товаров, можно указывать заголовок, цену, и пользователю, если интересно, он может сразу же купить. Плюс аренда авто, реклама по лидам. Когда пользователь смотрит ваш пост, если ему интересно, он кликает на него, и он не на сайт переходит, перед ним открывается форма сбора заявок, где он сразу же может оставить заявку. Очень быстро и очень удобно. Добавляем сюда, что трафик больше половины с мобильного, это будет работать достаточно хорошо. Но нужно все тестировать. Это что касается проката авто, услуги промышленных альпинистов, клининг а-ля чистка стекол на многоэтажках, тоже, скорее всего, поиск и ремаркетинг обязательно. Почему? Потому что если один раз пришли к вам, и они удовлетворены теми услугами, которые вы предлагаете, скорее всего, люди будут к вам обращаться. Плюс, к слову, к тому же аренда авто, альпинисты, можно собирать базы клиентов, которые у вас есть, и потом использовать в качестве ремаркетинга. Плюс есть тоже аудитории похожих пользователей. Про них я тоже расскажу. Так, напитки, смотря какие напитки. Но с большего, я уверен, здесь нужно заходить с медийной историей, а-ля RCA KMS, медийная реклама, аудиореклама YouTube. И подкреплять уже ремаркетингом, чтобы формировать интерес и узнаваемость к этому бренду напитка. Озеленение офиса. Почему бы не использовать геолокацию с таргетингом на крупные офисы, плюс не просто таргетироваться на эти крупные офисы, плюс по должностям, по интересам на НЧАров, менеджеров, руководителей отделов и показывать им конкретные предложения, то есть на тех людей, которые занимаются непосредственно принятием решений. Я про соцсети в этом случае расскажу. Но можно попробовать заходить с RCA KMS. У меня есть какое-то такое внутреннее предположение, что по поводу озеленения офиса и ухода за растениями в поиск очень редко, скорее всего, ищут. Поэтому если слабый спрос, нужно его формировать. Формировать RCA KMS, медийная компания, YouTube. А уже подкрепляем и смотрим по ситуации. Курсы английского. Тоже поиск обязательно. Площадки RCA KMS, ремаркетинг, потому что курсы, когда человек выбирает, в какую же контору пойти, их сейчас очень много. Ему нужно время. Дабы постоянно о себе напоминать, необходимо иметь ремаркетинг, ретаргетинг. Давайте по поводу направлений мы поговорим чуть-чуть попозже, когда мы начнем рассматривать соцсети, потому что еще полпрезентации, еще много очень интересного, и как раз основные форматы под ваши направления все, мы обо всем поговорим, можно найти и в социальных сетях. Договорились? Да, хорошо. Таргетивная реклама. Таргетинг. По сути, реклама показывается той аудиторией, которой вы выбираете по различным признакам и настройкам. Что же это за признаки, мы тоже с вами посмотрим. Плюсы и минусы. Какие могут быть? Доступ очень узкой аудитории. Почему? Потому что пользователи сами, да вы и сами, когда сидите в Инстаграм, Фейсбук, ВК, Одноклассники, вписываете, что о себе. Откуда вы, какого вы пола, какого вы возраста, есть, нет детей, вашу профессию и все остальное. Все это машина собирает и предлагает для таргетинга. Также вы можете составлять портрет вашей аудитории. Система предлагает эти таргетинги и использовать для таргетинга на узкие. Не просто стрелять с пушки по воробьям, а на конкретных персонажей. Тоже об этом поговорим. Можно нацеливать рекламу на конкурентов. Как это? Очень просто. Можно выбирать в качестве таргетинга в случае ВКонтакте или в Одноклассниках. Можно выбирать группы ваших конкурентов. Если вы знаете группы социальных сообществ ваших конкурентов, их можно выбрать в качестве таргетинга. Об этом расскажу тоже попозже. Быстрый и простой способ тестирования. Запускать новую акцию, почему бы не протестировать в социальных сетях? Тот же самый ремаркетинг. Догнать свою аудиторию своего сайта тоже можно. Сомневайтесь, что в какой-то социальной сети у вас есть целевая аудитория. Установите пиксель. Начните собирать аудиторию в рекламном кабинете, и вы увидите, что система находит этих пользователей, то есть тех, кто был у вас на сайте в той или иной социальной сети. Есть база, большая база, еще прекрасно. Загрузите базу в любой рекламный кабинет, и система вам покажет, а сколько же людей или сколько схожих людей она нашла. Да, и вы убедитесь сами, что в любой социальной сети есть ваша аудитория, ваши клиенты или ваши потенциальные, в принципе, клиенты. Повышение узнаваемости бренда. Тоже очень классно работает, и думаю, вы понимаете, в принципе, и без меня. Быстрый запуск, достаточно короткие сроки. Да, для запуска нужен баннер, тексты и буквально пару настроек. Запускаться тоже можно с минимальными бюджетами, но очень осторожно. Минусы. Мотивация аудитории ниже. Я думаю, вы тоже понимаете, почему. Представьте просто поисковую рекламу. Когда человеку что-то нужно, он куда идет? В поиск. И гуглит свою проблему, свою нужду, необходимость, что он хочет найти. В социальной сети человек с большего сидит для развлечения а-ля почитать и тому подобное. Поэтому аудитория там более холодная. Она не особо еще заинтересована в вашем товаре, но это очень просто исправить. Дальше. Если выбрать ошибочный таргетинг или выбрать очень широкий, можно очень хорошо, в кавычках, слить бюджет. За этим нужно тоже очень строго следить. Выгорание аудитории. Если там в поиске или в таргетированной рекламе вы можете сами ограничить, сколько вы хотите показываться пользователю, или в поиске пользователя, когда нужно, он идет ищет. В социальной сети, в принципе, так тоже можно сделать, но судите сами по себе. Когда вы на протяжении недели сидите там в Фейсбуке или ВКонтакте, вы видите одно и то же объявление, ладно, если оно, в принципе, вам интересно в потенциале, а если оно на вас вообще не попало и постоянно мозолит глаза, скорее всего, вы не будете этому рады. Исходя из этого, когда, в принципе, вы запускаете рекламную кампанию в социальной сети, нужно очень часто менять таргетинг на аудиторию. Почему? Потому что приедается баннер. Если приедается баннер и текст, происходит замыливание взгляда. Пользователь уже не замечает ваше рекламное объявление. Плюс, чем дольше крутите на одну аудиторию, можно заметить такой интересный факт, что будет немножко дороже обходиться стоимость перехода. Ну и, грубо говоря, стоимость охвата этой аудитории. И в последнее время очень высокая конкуренция, потому что если раньше еще особо никто в соцсети не идет, то сейчас все ломятся, потому что таргетинги расширяются, добавляются автоматические стратегии, которые приносят лиды. И все хотят это попробовать. По поводу записи вебинара и материалов раздаточного, к сожалению, на данный момент, сейчас не могу вас сориентировать. Скорее всего, на этот вопрос или менеджер ответит вам, или на последующих курсах кто-то упомянет. К сожалению, у меня сейчас на данный момент нет никакой информации по поводу записи. Возвращаемся к слайдам. Минусы мы с вами обсудили. Другие элементы рекламных постов, что можно использовать в качестве объявлений, это видеоролики, слайд-шоу, когда меняются карточки, к примеру, с вашими товарами, гиф-анимация, когда не просто статика какая-то, а когда интересная гифка, простые эстетические изображения, аудиоролик, то есть аудиодорожку, кольцевая галерея, когда несколько карточек пальцем можно прокручивать, уверен, вы видели и представляете, и другие форматы. Это основные, которые я вынес, с которыми, в принципе, приходится с большего работать. Дальше, где, в принципе, можно видеть таргетированную рекламу. Вконтакте это, собственно, лента новостей, мобильная или десктопная, и еще есть блоки слева под менюшкой, но только на десктопе. На правом скриншоте как раз-таки представлена каруселька. Мы видим карточки, на которые можно кликнуть и можно листать. Facebook. То же самое. Плейсментов, на самом деле, еще больше. Основные, которые можно отметить, это ленты в новостях, Instagram, Facebook, Stories, ну или правая колонка в случае Facebook. Одноклассники. Схожая история. Лента в новостях. Или сбоку банурок. Форматов, на самом деле, очень много. Если я начну про них рассказывать и уникальные какие-то особенности каждого, вебинар затянется не на полтора часа, к сожалению. Идем по этому дальше. Таргетинги. Самое интересное. Напоследок. В случае ВКонтакте, мы помним ранее, я вам рассказывал, что можно, в принципе, спрогнозировать, а с какими бюджетами мне придется работать. Так вот, в случае ВКонтакте, когда вы выбираете определенные таргетинги, то есть настраиваете портрет своей аудитории, вы видите сразу же охват. Система вам прогнозирует, при какой ставке, ставка чуть-чуть там ниже в настройках выставляется, вы получите какой охват, сколько показов, сколько кликов, сколько вам потребуется бюджета. Очень удобно, никакого пальцем в небо. Все достаточно наглядно и правдиво. Дальше, Facebook, пожалуйста, в Facebook тоже самое. Вы когда выбираете определенные таргетинги под свою аудиторию, система вам тоже показывает, а какой же охват вы получите. Там ниже у меня указана ставка и указан дневной бюджет. Исходя из этого, система накладывает на это еще те таргетинги, которые я выбрал, и я получаю, а сколько же в потенциале я могу охватить, и сколько по дням, к примеру, я буду получать просмотров и переходов по ссылкам. Один момент, читаю вопрос. Гифка. Гифку в Одноклассниках не запустите, а в ВК, в Facebook, Instagram одно и то же, что можно запустить. Особой разницы нет. И кольцевая галерея, она есть во всех системах. В ВК, Facebook, Instagram, собственно, и Target. Плюс, сейчас тоже к одному моменту интересному подберемся, чуть попозже добавлю к этому вопросу. В Target тоже при выборе определенных таргетингов на свою аудиторию вы получаете примерный прогноз по охвату аудитории. Ниже у меня там тоже указывается ставочка, бегунок, куда я влево-вправо уменьшаю, увеличиваю, исходя из этого, корректируется мой прогноз. Все достаточно наглядно. Дальше, основные форматы, которые в ВК я бы хотел выделить, это каруселька. Мы уже с вами видели, карточки. Классно подходит для интернет-магазинов, каких-то, в случае тоже со спорт товарами, где можно показать различные модели с различными ценами. Плюс, можно указывать старую цену, она будет зачеркнута, и снизу будет указана новая. Смотрится так подкупающе на самом деле. Плюс, запись с кнопкой. Пост, гифка, картинка, видео и кнопочка вступить, перейти, заказать и тому подобное. Универсальная запись. По сути, то же самое, но в чем отличие? Если в записи с кнопкой ограничение по символам 220, то в универсальной там намного больше можно символов. К сожалению, не помню точное ограничение, но намного больше, чем 220 символов. То есть, если ваша мысль не помещается в формат записи с кнопкой, 220 символов, можете выбрать универсальную запись. Особых отличий там не будет. Один момент, читаю вопрос. Один пример. А какой именно пример рекламной кампании? С каруселью, в принципе, что запускали? Могу привести пример по следующему формату а-ля сбор заявок. Что из себя... Которую... На самом деле я делал очень много рекламных кампаний, но больше мне понравились непосредственно сбор заявок. Направление лизинг автомобилей. Ну, на самом деле она и сейчас работает и приносит достаточно хорошие результаты. Таргетинг на автомобилистов достаточно широкий. Беларусь и остальные области отдельно в рекламных кампаниях. Плюс разбитый по возрастам. Работает классно. Заявки приходят дешевые по сравнению с контекстной рекламой. Плюс формата. Интересный баннер, призыв к действию, кнопка. И пользователю не нужно никуда идти. Я ему предлагаю сразу же оставить заявку на подбор. То есть я ему не даю выбора, что ему сделать дальше. Перейди, подумай и тому подобное. И это работает. Плюс, что еще могу добавить сбор заявок. Добавили модель оплаты новую. Не просто по CPM или по CPC. Я сам могу установить, какую стоимость лида я хочу получать. Я ее выставляю и система сама уже корректирует ставку. И плюс-минус, с предшествующих тестов получается примерно такая же стоимость заявки на выходе. Поэтому в случае, в большинстве тех тематик, которые мы рассматривали, очень классно подойдет сбор заявок. Не только во ВКонтакте, но и в Facebook Одноклассниках. Такие форматы тоже есть. Это что касается этого. Реклама в историях. Думаю, тоже все видели. Более такой какой-то брендинговый ход. Я бы так его назвал. Плюс, последний тоже, ну, не настолько очень сильно новый формат, а-ля реклама сайта. В случае, если у вас нету сообщества во ВКонтакте. Почему? Потому что для запуска всех остальных предшествующих форматов, про которые мы говорили, нужно сообщество во ВКонтакте. То есть, от лица которого крутить рекламу. Что делать, если нету сообщества и лень создавать? Мы можем выбрать формат рекламы сайта и запускать рекламу непосредственно без сообщества, что достаточно очень удобно. Так, один момент, читаю вопрос. Я достаточно могу сказать, что Инстаграма, Фейсбука с большего будет хватать. Но тут тоже нужно смотреть непосредственно на направление и на популярность этого направления в других системах. Можно, ну, в принципе, как это проверить? Загрузить базу или посетителей сайта, если у вас есть сайт в ВКонтакте, и посмотреть, насколько он находит в детской баскетбольной академии. Так, давайте я сейчас немножко по таргетингам пробегусь, и мы с вами определимся, теряем мы что-нибудь в ВКонтакте или не теряем. По форматам. Дальше. Таргетинги основные, соцдэмпрофиль, полвозраст и тому подобное. Дни рождения, друзья именинников и тому подобное. Родители, родители детей определенного возраста, семейное положение, интересы. Здесь представлены просто выборочные категории интересов, которые есть. Могу добавить, что относительно недавно категории и интересы обновлялись, их стало намного больше, и они дробятся не просто на разделы, к примеру, авто и мото, а пошло дробление автомобилей, автодилеры, автовладельцы, мотоциклы и тому подобное. Покупка автомобиля и так далее. Очень много вариантов. И по поводу детской баскетбольной академии, можно попробовать в ВКонтакте запустить тестовую тоже компанию небольшую, даже с той же самой формочкой сбора заявок. На тех же родителей, я, к сожалению, не знаю возраст, который вам подходит, детей, но можно поискать родителей таких детей во ВКонтакте. Плюс это можно сделать в том же Таргете. Немного забегая вперед, реклама, которая запускается через MyTarget, она может и показывается в том же ВКонтакте. То есть если вы запускаете в Одноклассниках рекламу, грубо говоря, MyTarget, вы будете охватывать и аудиторию сервисов Mail.ru, и ВКонтакте в том числе. Про Таргеты я еще вам отдельно тоже скажу. Дальше. Сообщества. Если вы знаете, что ваши пользователи сидят в определенных сообществах, в том же самом, был здесь вопрос по поводу, по-моему, пластиковой посуды, пластиковая тара и тому подобное, бизнес-консультации, вы можете попробовать в ВКонтакте и в Одноклассниках найти схожее сообщество, которое предлагает схожие товары, или интересуется, или что-то сопутствующее, и попробовать покрутить на эту аудиторию, то есть те, кто сидят в этих сообществах. Не нравится так? Пожалуйста. Есть настройка активность в сообществах, то есть мы будем показываться, или система берет в расчет не просто тех, кто состоит, грубо говоря, висит мертвым образом, когда-то вступил и забыл, и висит там целый год, но ничего не делает. Можно выбрать активность в сообществах, таким образом, тоже выбираем эти группы в социальной сети, и система будет показывать объявления тем, кто проявляет, грубо говоря, признаки жизни, а-ля лайкает, комменты пишет, пишет сообщения администраторам и тому подобное. То есть уже более живой подбор аудиторий этих сообществ. С точки зрения социальных сетей можно попробовать вот так заходить. Должности. То же самое по должностям. Если вы знаете, что вашим направлением интересуется конкретный ряд должностей, к примеру, можно попробовать таргетинг на должности. Он есть тоже во всех системах. В таргете еще интересную штуку, потом расскажу. Вскойц. Устройства, операционные системы, интернет-браузеры, аудитории, похожие аудитории. Это в случае localize. Что это такое? Если у вас есть определенная база пользователей, которые покупали, вы хотите найти новую аудиторию, вы можете дать эту базу, грубо говоря, залить в рекламный кабинет, и система создаст похожую аудиторию на вашу базу. Степень похожести вы выбираете сами. Хотите более похожую на исходник, выбирайте меньше, но аудитория будет уже. Хотите больше новой аудитории, выбирайте меньше степень схожести. Будет больше охват новой аудитории, но схожесть с исходником, с базой будет поменьше. Но для поиска новой аудитории подходит очень классно. Дальше, аудитории по событиям. Вы можете сохранять тех пользователей в списке, кто, к примеру, взаимодействовал положительно с вашим постом, а-ля лайкал, комментил, переходил, вступал и тому подобное. С какой целью? Вы примерно представляете, что эта аудитория уже лояльна к вам. Им понравилось ваше предложение, но не купили сейчас, купят потом. В общем, сохраняйте эту аудиторию, и потом можно использовать ее в качестве того же самого ретаргетинга в случае ВКонтакте. Так, один момент. Читаю вопрос. Это по поводу вашего длинного вопроса. Примерно, самый наглядный пример, который я приводил, это было с умной компанией. Когда мы, ну, к сожалению, я не могу называть цифры и показатели, но это результаты реальных компаний, когда из 10% бюджета было получено 33% конверсий. Ну, это реальные кейсы действующих компаний, плюс те же самые кейсы по Яндекс, баннер на поиске. Кейс тоже есть в Яндекс. С большего, все эти вот примеры, которые я вам привожу, они непосредственно основаны на практике, но, к сожалению, я не готовился к сегодняшнему вебинару, прям чтоб на числах. Почему? Потому что в полтора часа уложиться основную базу по контексту соцсетям очень сложно. Почему? Потому что у нас эти курсы разбиты на три полноценных курса по большому количеству занятий. Поэтому очень сложно привести в цифрах. К сожалению, в цифрах я не готовил такие кейсы. Ну, и сейчас, к сожалению, я тоже не могу зайти глянуть. В сумме вы можете начинать со 150, к примеру, бинов или со 100 бинов. Примерно так, на какую-нибудь поисковую или одну небольшую RCA KMS компанию. В случае в Google, я думаю, вы помните, что если у вас новый аккаунт, вы новый клиент, вы можете получить в случае, если, к примеру, от нас запускаетесь, бонус, то есть возврат на аккаунт 90 долларов. Если вы потратите, к примеру, 90 долларов, 90 долларов вам на аккаунт вернется. Потратили 50, 50 вернется. То есть можно заходить достаточно со 150 бинами на рекламную кампанию. Так, один момент, читаю вопрос. Вот так, одну секунду. Ну, вот по поводу Артема могу сказать, что все зависит от агентства и непосредственно от того технического специалиста, кто занимается проектом. Почему? Потому что я, в принципе, видел работу других агентств, не буду это скрывать, и все работают по-разному. У всех регламенты, не то что регламенты, стандарты, качества разные. Могу вам порекомендовать, если агентство, да, в вашем случае не идет к вам навстречу и не хочет вникать в ваш бизнес, я бы вам порекомендовал бы рассмотреть другие варианты, на самом деле, взаимодействия. От направления деятельности влияет сумма. Да, почему? Я приводил ранее пример, что те же самые окна, двери, лизинг, что там еще, мобильные телефоны, тематики везде разные. Вот эта вот сумма, с которой заходить, зависит от конкуренции. Как получить или как узнать эту конкуренцию, вы можете посмотреть в прогнозных показателях. Я вам показывал, где посмотреть прогнозы. Вы можете прикинуть стоимость перехода. И, зная эти прогнозы, вы уже будете видеть, под какое направление деятельности, какие нужны примерно бюджеты. Все сугубо индивидуально, и нужно смотреть не только по направлению, а плюс по геолокации, по настройкам. Это очень сильно варьирует результат. Так. Могу сказать, что мы тоже практикуем, и у нас есть клиенты, с которыми мы работаем по лидам. То есть они нам платят не просто за сопровождение, то есть мы смотрим за компаниями и тому подобное. У нас договор по лидам. То есть мы нацелены непосредственно на лиды и отвечаем за лиды. И, грубо говоря, если бы вы были нашим клиентом, вы бы платили нам за лиды, которые мы приносим. То есть в нашем агентстве такая практика есть. Вот. Это, к слову, по поводу функционала и взаимодействия с подрядчиком. Давайте продолжать дальше, потому что еще много интересных штук нам нужно рассказать. Пожалуйста, если есть еще вопросы, задавайте, пока все не рассмотрим, куда не уйдем. Движемся дальше. MyTarget. Как я говорил ранее, мы можем показываться не только в Одноклассниках, в сервисах Mail.ru и тому подобное, но и во ВКонтакте. То есть если мы запускаем рекламу MyTarget, там, мультиформат или карусельку, какой-либо формат, мы будем показываться в том же самом ВКонтакте, где в ленте новостей. Вот. Далее. Очень много различных форматов под изображение, под посты, под видео. Очень много. Наиболее распространенные, которые запускаем, это мультиформат и каруселька. Один момент, читаю вопрос. Открытая статистика по рекламным каналам. Скорее всего, вы так не найдете. В плане, вы можете в интернете поискать непосредственно кейсы кого-то, но там это все будет а-ля запустили это, получили это. Да, по коммерческой тайне ни в чьих интересах не разглашать результаты. Могу сказать больше. Мы, когда хотим опубликовать кейсы наших клиентов, с большего практически никто не соглашается их публиковать. Почему? Потому что там реальные цифры бюджетов, стоимости заявок, количество заявок и таргетинги. А представьте, этот кейс будет опубликован там, как у нас, кстати, несколько все-таки проходит. Вот по баннеру поиску, там клиент, мы опубликовали, он дал добро. Но большинство не дает, потому что это их реальные деньги. Они не хотят, чтобы клиенты... Ну, смотрите, вы выкидываете кейс рабочий в интернет, в открытый доступ, и все потом клиенты, конкуренты ваши, они ломятся по этому же кейсу. Поэтому очень сложно в интернете, я думаю, найти непосредственно цифры, 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 и по стоимостям заявок. Один момент, читаю комментарий. Разбивка по процентам, это нужно смотреть тоже по направлениям. Потому что, ну, все очень сильно зависит от направления, от геолокации, ну, собственно, куда показывается реклама. Вот, пока формируются другие вопросы, то поймем дальше. В таргете немножко попроще. В зависимости от того, какую вы хотите цель преследовать, система вам предлагает тот или иной формат. Как в данном случае, вы просто выбираете цель, которая вам необходима, и дальше по настроечкам система вас сама ведет и предлагает нужный формат. Плюс интересный, здесь могу отметить посещение точек продаж. Достаточно тоже недавно стал доступен, это такая штука, такая рекламная кампания. Как она работает? Вы запускаете рекламную кампанию, и потом, в принципе, свою базу клиентов, те, кто приходит в магазин, грузите в рекламный кабинет, и потом увидите, а кто же из тех пользователей, который видел рекламное объявление, пришел к вам в магазин. Работает тоже достаточно классно, можно попробовать. Единственное, аудиореклама, которая здесь видна, она, в принципе, есть, но на Беларусь аудиорекламу через таргет запустить нельзя. Раньше, года два, наверное, точно можно было раньше запустить. Сейчас только на Россию, если. И если в России запускать. На Беларусь, к сожалению, нельзя. Ну, если нужна аудиореклама, идем в Яндекс.Директ, она там тоже уже доступна. Дальше, таргетингов тоже целая куча. Это поведенческие, социальные некие характеристики, там дальше будут примеры. Возрастные ограничения, если у нас товары требуют такого ограничения. Дисклеймер поставить, потому что по ряду направлений, а-ля развлечения, кино, что-то такое связанное, особенно с детьми, требует дисклеймер по возрасту. По дням рождения, по сегментам, с большего скажу, можно таргетироваться по ключевым словам. Контекстный таргетинг. Как работает? Вы собираете ключевые слова. По-простому можете взять, если у вас есть поисковые компании Яндекс или Гугл, взять список оттуда, загрузить в рекламный кабинет MyTarget и показывать объявление тем пользователям, которые вводили эти поисковые запросы в поисковиках сервиса Mail.ru. Работает, могу сказать, получше, чем по интересам. По сравнению могу еще также добавить, что заявок, конечно, меньше, чем если таргетироваться на интересы, но они дешевле. Поэтому тоже можно классно использовать. Дальше. Интересы есть краткосрочные и долгосрочные. Очень важно понимать разницу в них и выбирать ту или иную категорию, когда настраиваете компанию. Локальная реклама. Хотим на офис конкурента? Пожалуйста. Хотим на какой-то район, дом, квартал? Пожалуйста. Можно. Плюс еще интересные, там дальше будут примеры по погоде. Тоже можно. Здесь несколько примеров по поведенческим и социальным характеристикам. Родители, дошкольники, занятость, употребление кофе и прочее. Очень всего много, нужно тестировать разные гипотезы, потому что отыгрывают абсолютно разные. Также сам могу привести пример из практики. Было направление кредиты для бизнеса и выбирали таргетинг во Вконтакте кредиты для бизнеса, и это не работало. А выбрали таргетинг любителей домашних животных и заявки пошли. Поэтому первое, что вам может прийти в голову, что да это будет работать, оно может не работать. Поэтому нужно тестировать разные гипотезы по таргетингам, по вашей аудитории. Дальше. Типы устройств, модели устройств, доступ в интернет. Тоже на выбор можно подобрать то, что вам может подходить. С учетом дня рождения выцепить именинников, допродать или выбери подарок на день рождения. Тоже можно, очень легко. Интересы. Очень много категорий, которые себя в себе содержат еще под категории. Автомобили по маркам и тому подобное. Выбрать, думаю, под себя кто-нибудь тоже что-нибудь сможет. Далее. С учетом погоды интересный таргетинг тоже достаточно недавно появился. Но, скажу честно, пока еще не довелось протестировать. Но обязательно в будущем планирую. Тоже можно попробовать. Плюс в Яндекс.Директ можно добавлять корректировки тоже по погоде. У вас какие-то защитные плащи или теплые вещи. Почему бы не показывать такие объявления в погоду, морозную, пользователям с теплым текстом? Я думаю, это сработает. Дальше. Локальный таргетинг. Как я говорил ранее, хотим выжать конкурентов. Или, к примеру, показываться, если у нас салон, парикмахерская, я не знаю, что еще. Что еще? К примеру, парикмахерская. Скорее всего, пользователь, в случае, особенно мужчина, он не поедет в другую часть Минска, стричься. Он пойдет куда? Ближе туда, что от дома. Поэтому можно использовать тоже локальный таргетинг. Вот в таком примере. Один момент. Читаю вопрос. Могу сказать, по поводу лендинга тоже есть действующий проект. Окна те же самые. Ранее запускали рекламу на сайт, многостраничник, и сейчас на лендинг. И в итоге могу сказать, что лендинг работает в раза два лучше. Это выражается в полтора раза выше коэффициенте конверсии по сравнению с основным сайтом. Поэтому могу сказать, что лендинги работают хорошо. Плюс в тематике по лизингу автомобилей Юрфизлица все стараются, с кем работают, делать лендинги. Почему? Потому что под каждое УТП формируется своя страничка без перегруза ненужной информации. Пользователь видит только то, что касается этого направления. Там, как правило, много формочек. В основном желательно вверху, в серединке и где-нибудь в подвале, чтобы всегда формочка по сбору была на виду у пользователя. И лендинг работает получше. Один момент, читаю комментарий. Да, кстати, к комментарию Кирилла я соглашусь. Если лендинг сделан очень плохо, то ничего не поможет. Но если хороший, красивый лендинг и удобный, а как узнать, удобный или нет, это в Яндекс.Метрику, в отчеты по веб-визору, картам скроллинга, кликов и аналитики форм. Там можно понять, удобен он или неудобен. Но я думаю, и по количеству конверсий вы сами поймете, оставляет, не оставляет. Но это больше уже тема непосредственно веб-аналитики. Дальше, временной таргетинг. Можно устанавливать, в какие же часы, в какие же дни вы хотите показываться. Тоже очень гибко. Дальше, Facebook. Тоже по аналогии с таргетом. Вы изначально выбираете, какую цель вы хотите достигнуть. Исходя из этого, система вам будет предлагать все или иные форматы. Все очень удобно. Плейсментов, то есть мест размещения, достаточно много. Основные, тоже сказать, какие работают лучше, какие хуже, очень сложно. Почему? Потому что в разных направлениях тестировали разные, казалось бы, лента Instagram, Stories, ну и Facebook тоже, самые распространенные, должны классно работать. Ну а когда мы тестировали на кредитах для бизнеса, не так давно, то Audience Network работал лучше с точки зрения дешевых заявок. Почему? Audience Network это та же самая, грубо говоря, база партнеров Facebook, где сайты, где могут показываться эти объявления. Поэтому пока не протестируете, вы не узнаете. И очень сложно сказать, что в этом направлении точно будет работать. Можно примерно прикинуть на опыте предыдущих а-ля направлений и запусков, но все может по-другому. Почему? Потому что элементарно разные бюджеты, разное время и разные сайты. Все сугубо индивидуально. Плейсметы, по сути, лента Facebook, правый столбец, моментальные статьи. Уверен, с большего вы имеете представление и видели эту рекламу. Возможно, кого-то она уже очень сильно доставала. Или в мобильных приложениях, или в вставке роликов. В мессенджере тоже могут быть. Таргетинги. Основные практически те же самые, что и есть в предыдущих соцсетях. Я их повторять не буду, а выведу более интересные. В Facebook можно делать пересечение интересов, то есть выбирать пользователей, которые, к примеру, интересуются чем? Интересуются Lomoda. Я, на самом деле, не первый, от кого это слышу. С многими тоже курсантами общаюсь, и по курсам по остальным все говорят, что Lomoda везде мылит глаза и везде вылазит. Соглашусь, я ее тоже частенько вижу. Самое интересное, когда ты видишь, не скажу, что Lomoda, а другой такой же агрегатор с товарами, когда тебе, то есть мужчине показывать объявление женского платья. Немного странно. И с призывом, чтобы как будто я бы его купил. Это уже вопросы к таргетологам. Спасет, да, на самом деле спасает. У меня дома блокировщик рекламы стоит, потому что дома хотим отдыхать. Таргетинг по сообществам в Facebook нет. Но вот я как раз-таки хотел сказать, смотрите, в Facebook есть интересная возможность. Вы можете таргетироваться на подписчиков своего сообщества. Это первое. Во-вторых, вы можете таргетироваться не просто на подписчиков своих сообществ, страничек, а на друзей подписчиков. То есть у вас в сообществе определенная аудитория, у них есть друзья. Так вот, вы можете на этих друзей показываться. В чем плюс? В том, что, грубо говоря, по сарафанному радио эти люди уже, возможно, о вас где-то могли услышать. Или они могли спросить у ваших подписчиков, а ты знаешь, что ты организовываешь, а ты брала, покупала и тому подобное. Очень тоже классно может отрабатывать. Помимо этого, тот же самый ремаркетинг по поводу пикселя можно сохранять аудиторию и настраивать те же самые форматы по сбору лидов. Не надо не ввести никуда на сайт, сразу можно собирать заявку. Это вот что интересное. А, по поводу интересов. Можно совмещать, к примеру, те, кто интересуется автомобилями, выбрать, и плюс интересуются, к примеру, покупкой или онлайн-покупкой, или БУ автомобилями. То есть чтобы человек не просто относился к какой-то категории интереса, а интересовался и тем, и тем. Достаточно интересный подход, потому что аудитория будет более узкая, но она получается по факту более целевая. Так, один момент читаю в комментариях. Как таргетироваться в настроечках группы, потому что настройки Facebook и Instagram настраиваются на уровне групп. Вы подходите к настройке, там она называется «Связи». И там можно выбирать. Кликаете на поле свободное, кликаете, и вам выпадает такая менюшечка. Вы выбираете. Можно там показываться, или наоборот, исключить показы. Там можно выбрать или подписчиков своих сообществ, или друзей своих сообществ. Ищите там в настройке связи, что-то такое называется. По-моему, связи просто. В настройках группы практически в самом низу странички настроек. Там точно есть. Вот. Идем дальше. Думаю, если кто-то запускал таргетированную рекламу в соцсетях, вы уверены и используете у этой метки. Зачем? Как я говорил ранее, это такие пользовательские параметры, кусочки урла, которые добавляются к ссылке и потом передают все данные о клике по такому рекламному объявлению в систему веб-аналитики. Благодаря этим у той меткам в метрике и в аналитике мы будем видеть трафик не просто реферальный и в соцсети. Почему? Потому что если мы не разметим ссылку рекламного поста у той меткой, это будет как реферальный трафик. Если разметили, будет трафик как рекламный сесс социальной сети. Плюс мы будем видеть разбивку по кампаниям, по таргетингам, по постам. И уже видно, какой пост отыгрывает лучше или какой таргетинг. Собственно, как она выглядит? Сначала с левой части до значка вопроса идет сама посадочная страница. Потом со знака вопроса начинается сама метка. Сама метка состоит из переменных. В левой табличке указан ряд, которые в большинстве случаев используются. Это TimeSource, Medium и тому подобное. Каждая переменная отвечает за то, какие данные она будет тянуть. Пример метки мы посмотрим чуть попозже. Небольшой нюанс. Если у вас ссылка уже имеет знак вопроса, что это такое? Знаете, когда в интернет-магазинах выбираете какой-то товар, по фильтрам выбираете, там, такая-то модель, такой-то объем, такой-то размер и тому подобное, в URL может добавляться фильтр через знак вопроса, там, фильтр и бла-бла-бла. Так вот, если вы хотите ввести пользователя непосредственно на свой сайт, на определенный фильтр товаров, значит, скорее всего, у вас в ссылке будет знак вопроса. Так вот, у Т-метка в таком случае должна начинаться не со знака вопроса, а эмперсанта, то есть значка или. Почему? Если вы поставите снова вопрос, у Т-метки работать не будет, поверьте на слово. Далее, использовать у Т-метки, это, конечно, хорошо, но только в том случае, если они поддерживаются на сайте. Как проверить, поддерживаются или нет? Мы идем на сайт, вбиваем произвольную УТ-метку. В данном случае это УТМ-сорс равно и какое-то рандомное значение. И переходим по такой ссылке. Если сайт обновился благополучно, эта ссылка, точнее метка, не слетела, не появилась 404-я ошибка, значит, метка поддерживается. И если мы будем размечать ссылки такими метками, мы будем благополучно видеть все подробные данные в счетчиках аналитики. Если же сайт выдает 404-ю, или метка вовсе спадает, или появляется какая-то кодировка, значит, метка не поддерживается. И она передавать никакие данные не будет. Как лечим? Идем к тому человеку, который занимается разработкой сайта, и объясняем такую ситуацию, что метка должна поддерживаться. Если человек толковый, он, в принципе, поймет сходу, что вы от него хотите. Вот. Если в первое время особенно сложно, в принципе, составлять и понять, что это такое, вы можете использовать компоновщик этих самых меток. По ссылочкам, или если вдруг ссылочка забудется где-то, просто в Google поиск вбивайте компоновщик, урлов или утем меток. Если сайт сделан на конструкторе, неважно, на конструкторе или на какой платформе, нужно просто заходить на сайт и, как я здесь показывал, проверять, работает или нет. Вбиваем просто через знак вопроса. Если в ссылке видите, у меня в основе в ссылке в Webcom Academy нету больше знаков вопроса. Значит, метка начинается со знака вопроса. Пишу рандомную метку. Метка никуда не пропала, ничего не поехало, сайт не лег. Все хорошо, метки можно использовать. А если все что-то упало, идем к разработчику или тот же самый конструктор. Там есть техподдержка, которая, скорее всего, вам поможет решить эту проблему. Я за свою практику встречал, наверное, только один или два сайта, где были проблемы с UTM-метками. Ну, то есть это такие достаточно единичные, нечастые случаи. По поводу презентации повторюсь еще раз. На данный момент, к сожалению, я не знаю, будут ли вам доступны материалы, записи, презентации, но уверяю вас, что в ближайшем будущем или на других вебинарах, или между ними, когда вам будут скидывать информацию, вам точно скажут, будут вам доступны или нет. К сожалению, на данный момент у меня нет такой информации. Вот, идем дальше. По поводу UTM-меток понятно. Если не хотим ручками их составлять, можно использовать компоновщик, просто вбиваем свои значения, ссылочка сама будет готова. Примеры. Чтобы вам было попроще, я привел пример примерных UTM-меток, которые можно использовать в своих системах в рекламных кампаниях. По разбивке Яндекс, ВКонтакте, Фейсбук и Таргет. Используя хотя бы такие метки, вы уже будете видеть трафик по своим кампаниям, что этот пользователь пришел с этой кампании, с этой системы, с этого поста, с этого таргетинга и купил. Плюс, если вы используете Яндекс.Директ и Google Analytics, советую вам включить в настройках автопометку тегами. Тот, кто не особо в этом разбирается, просто скажу. Это те же самые UTM-метки, просто это автоматические или метки по умолчанию родные для рекламной системы. В Яндекс.Директе, это скрин из Яндекс.Директа настроек, нужно включить галочку «Разметка ссылок для метрики» и указать счетчик. Таким образом, добавляется к ссылке «Юклид метка». Это практически то же самое, что UTM, только родная Яндекса. Она передает больше данных о клике непосредственно по рекламе Яндекс.Директ. И в Google Ads нужно включить автопометку тегами, чтобы также видеть всю информацию по рекламным кампаниям в своем счетчике веб-аналитике. Вот. Используя основные эти настройки и UTM-метки, вы будете в счетчиках видеть все данные и принимать правильные решения по дальнейшему продвижению вашего бизнеса. На сегодня у меня уже все. Мы приближаемся к концу. Надеюсь, не уснули, не устали, что-то запомнили. Плюс вдобавок к вам можете подписаться на наш YouTube-канал WebCom Academy, где выходят полезные ролики по, в принципе, загрузкам, настройкам, сопровождению, инструментарию и тому подобное. Что, думаю, для вас будет полезно, если вы планируете развиваться в этом направлении. А у меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что запись вебинара и презентация будет для вас доступна. И надеюсь, что вы примените эти все знания на практике и будете еще более прокачаны, чем обычно. Если интересно прокачиваться в данном направлении, могу вас пригласить к себе на курсы в Академию WebCom, на контекст, на таргетированную рекламу в веб-аналитику, где мы с вами можем познакомиться поближе и рассматривать непосредственно ваши варианты ваших рекламных кампаний и продвижения. Поэтому, хорошего вам один момент. Вижу какой-то вопрос. Вопрос от Максима. По сути, как говорит система и как мы используем на одну группу от трех уникальных текстов на систему. То есть одна группка, три текста, чтобы потом понять, что работает, что нет. Один ключ, одна группа. Почему? Потому что тогда под ключ можно написать максимально целевой заголовок, что очень удобно и максимальная релевантность. Могу привести пример. Можете сами дома, как раз таки, если кто сидит, протестировать, создать на поиске пять групп. Ну ладно, четыре группы. В первой группе пишите какой-то ключ и нецелевой заголовок, левый какой-то. Во второй группе пишите ключик и полное вхождение ключика в заголовок. В третьей группе пишите тот же самый ключ и заголовок точно под ключ плюс какой-то придаток. И вы увидите, что чем больше вхождения ключа в заголовок плюс какие-то дополнительные слова, тем меньше по факту будет обходиться вам стоимость перехода. Просто можете проверить дома. Вот, по поводу моих контактов, я думаю, вас что-то может сориентировать только менеджер Академии. Вот, по поводу стоимости курсов тоже на сайте Академии WebCom в разделе по курсам вы можете найти стоимость по любому интересующему вам курсу. Сходу могу сказать, что есть очные занятия, а-ля у нас в Академии в занятии, где мы с вами общаемся с презентацией, домашними заданиями, записями всех занятий и тому подобное. Плюс есть дистанционные курсы, как мы сейчас с вами, по сути, и занимаемся, вебинары, которые, по-моему, на 30% дешевле. Плюс выпускникам Академии, которые у нас уже обучались, скидка дополнительная на любой другой курс 10%. Это вот большее, что сходу вспомнилось. Фамилию Жаворон, моя фамилия, я работаю в отделе контекстной рекламы WebCom Performance. Вот, поэтому вроде бы на все вопросы ответил. Да, вроде бы на все ответил. Так что еще раз, хорошего вам вечера, применяйте знания и запускайте только эффективные рекламные кампании. Надеюсь, с вами еще встретимся или на вебинарах, или на курсах. До скорых встреч!